Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Они будут рыбачить в Чувашской республике, республике Мариэл и завершат свое путешествие в Татарстане в прекрасном городе Казань. Айскюб с функцией заморозки. Охладите еду и напитки. Заморозьте улов. Наслаждайтесь природой. Выберите свой Айскюб на сайте icecube.ru В этом путешествии наши рыболовы преследуют цель – обловить максимальное количество водоемов, которые встретятся им на пути, спрятать на берегах клады для телезрителей и поймать свои трави. Шел первый день нашего пути. Утром мы стартовали на Москва-реке. Неплохо отловившись там по окуню и некрупному судаку, переехали на Шерну, где был пойман всего лишь один окунь. С Шерны мы попали на плотину реки Киржач. И не поймав там ни одной рыбешки, выдвинулись в направлении озера Веденское, чтобы отдать одного из операторов в монастырь. Кто плохо себя будет вести в течение 7 минут, тот останется в монастыре. Пострижем монахи дороги. И Олег такой сейчас. Это женский монастырь? Тем более, тогда все. Внимание, Свято-Виденское пустыне. Внимание, карантин закрытый, требую. Вот так можно объехать, вот так вот по улице Зеленой. Ага, и вот сюда подъехали. Да, да, вот вокруг озера дорога, вот. Поехали, ну. Что-то у меня не очень хорошие причеты относительно этого дарьема сейчас. Купаться опасно, написано. Вов, ты знаешь, я тебе скажу, что нам легче пройти по берегу пешком, чем на машине ехать. Ну что, тут давайте, давай. А если кто-то проехал, кто-то хочет проехать? Вряд ли. Это вряд ли. Мы пойдем в воду. Я с Андрюхой. Олег с Женей. Нежинки. Озеро Веденское, в прибрежной зоне, где мы сейчас планируем рыбачить, оказалось мелководным. На противоположном берегу, на острове, расположился монастырь. Место красивое. Ловим. Пока Женя собирался, я уже успел сделать пару забросов вертушкой и сменить ее на попер, поймав на него первого окуня. Малыш. Какой-то вот совсем маленький. Вот он выходил. Почему-то, ну, третий номер для него нормально, кстати. Блесна была, но, видите, блесну не хотел брать. А на попер плюнул. Вот так. Когда вы так повалю побыли, а там успокаивается. Есть. Вот это... А, не, окунь-то. Оп, и сам сошел. Евгений, 2-0. Шашлыки из трусов делаете? Нет, не все сошел. Примерно на каждом третьем-пятом забросе происходит окуневая поклевка. Постепенно облавливаем прибрежную акваторию, на которой окунь стоит достаточно далеко от берега. Все, снова поставил твистер. Сейчас хочу как раз еще под край ковшинки забросить и поймать. Слушай, это водоем, конечно, лодочке. Исключительно лодочке. С берега тут сложно. Вот, ловите. По траве окунь есть, но его мало. У меня уже третий окунь. А у Жени пока тишина. И тишина эта связана с тем... Опа, была поклевка. Что Женя, стоя на берегу, не допрасывает до мест, где стоит и кормится более крупный окунь. Блин, не хочется окунь наловить. Так, три заброса делают. Не будет поклевок или рыба. Идем прячем клад здесь. Хорошее озеро, сюда стоит приехать. Не получается с берега. Блин. Ну серьезно, не хочется за таким окуням лезть на середину озера. Пойду узнаю, что там у Вова. Ну да. У меня ни одной поимки, да? А у меня через каждые 2-5 вопросов. А ты че? Да, ну какого? А, змея. Змея? Где змея? Тут много змеи. Поймай. Ты че звонишь? Да нет, правда змея? Да. Ну поймай, где она? Что значит поймай змею? Ты че шутишь, Вова? Ты че шутишь? Возьми рогатку, такую палочку, рогатульку и прижми ее за голову. Нет, я такими делами не занимаюсь. Пятницкий, поймай змею. Где? Вон она, ну не пугай ее. Только уползла. Блин. Да, ну сейчас, может, мы с тобой поймаем, она в воду сейчас ползет. Не, реально будешь змею ловить? Ну ты уж, скорее всего. Ужик. Ага. В итоге, рыбалка на озере Веденском завершилась у нас непойманной змеей и зацепом Жениной блесны за ветки. Вывод из прошедших событий следующий. По берегу ползают змеи, и с него неудобно делать забросы спиннингом. Поэтому, если вы соберетесь сюда порыбачить, то лодка или вайдерсы будут прекрасным подспорьем. Самое время прятать клады. А за нами увязались местные мальчишки, которые, как чувствовали, что сейчас мы будем делать что-то особо интересное. Отлично. Спасибо. Смотри, сейчас будет шоу. Оп. У нас новая упаковка. Теперь мы прячем подарки вот в таком вот виде. И, кстати, призы стали гораздо еще более ценные. А прячем, прячем. Не мышь? В чернику вот туда. А мы прям прячем это вот в чернику около... Около сосенки. Сосенки, уважаемые рыболовы. Координаты. А вот за нами следят. Парни за нами следят, но я надеюсь, мы один клад здесь оставим. И зрители телеканала смогут его увидеть. А ты для интерактива сегодня спрячешь на том водоеме, на котором ты хочешь. Круто? Договорились. Круто. Координаты записаны. Все. Это первый клад, который мы спрятали. Мне озеро Изобилия очень понравилось. Тут точно много окуня. Веденский монастырь, да? Да. Веденское озеро. Много окуня. Окунь хорошо клевал на вертушку первого размера. Лонг и на поппер. Я одного поймал даже. Ну, то есть я вообще ловил только на лонг и на поппер. И вот на поппер одного поймал. Дорога со стороны леса печальненькая. Да, прямо на легковушке не проедете. Да, но мы на своей легковушке теперь можем проехать практически во многие места. И даже нам пришлось сегодня включать пониженную. Да, в одном месте. Поэтому лучше пешком. Евгений отличился. У нас счет на сегодняшний день 2-1. Еще не вечер, Вова. Лидирует Владимир. Вот, еще не вечером, говорит. Я подарок спрятал для зрителей телеканала. А Евгений будет... А я спрячу попозже. С озера Веденского мы отправились искать новый водоем. И примерно через 15 километров доезжаем до разлива на реке со странным именем Вэшболовка. Рыбалка. О, боже, как их много. Да, Жень, мне что-то не особо хочется на платнике, если честно. Ну, да. Слушай, Жень, ну если река, то должна быть чука. Давай половим. Справа, слева. Я слева. Андрюх, машина сзади. Осторожней. Вэшболовка – это большой разлив, который расположился по обе стороны дороги. Он встретил нас мостом и чайками. Ловим. Попробую вот такой интересный воблер с силиконовым хвостиком. Его очень любит щука. Окунь на нее еще не клевал, но я бы все-таки хотел бы больше поймать пятнистую красавицу. Жень, пойдем туда на сужение. Жень, идем, идем. Вот тут такой момент, может быть, дорога. Машины быстро ездят, постоянно шумят. И, может, она в прибрежной зоне не концентрируется, боится. Такое тоже может быть. Много малька. Тут кто-то спускается. Вон, окунь есть, Жень. Окунь вон по поверхности ходит, окуня много. Мелкого. О, за воблером шел вот такой маленький окунек. Ну вот их тут, вон, они даже мини-котел образуют, Жень. Не буду я их ловить. Интересно. Вот тут вот на выходе из сужения может стоять щучка. Если есть окунь, щука есть с очень большой вероятностью. Если, конечно, ее тут не выбили. О, еще один окунь шел. Что-то ему не нравится. Они сейчас кормятся сигалеткам. Надо максимально уменьшать, Жень. То есть они кормятся мальком, который вот только вылупился. Давай, щучка. Ты же тут есть. Хорошая вертушечка некрупная для тебя, приятная. Давай, дорогая. Вертушкой быстро можно пространство обладить. О, о, о. Вон там. А тут карп есть еще. Кто-то сейчас с поверхности там вышел. Карпик так глотнул воздуха. Хороший. Так. Крупная рыба вышла. Воблер не хочет. Попробуем вертушечку. А я-то думал, сейчас я как... О, нет, окунь. Ну, блин. Любимый окунь ведут. Ну, ладно. Хоть под вечер. Десяток забросов. Груз у меня полтора грамма. 45-миллиметровая приманка пассивная. Имитация личинки стрекозы, которая ест малька. Такая полупассивная приманка. И вот я ее так вот... Немножко подернул. Пару оборотиков сделал. Паузу. Подернул. Слушай, ну даже на маленького рачка вообще чисто окуневая приманка, которая работает практически всегда и везде. Он почему-то молчит. Жень, ну в этом месте его мало. Он питается сейчас больше этим сигалетком, мальком. Тут рачок может и быть абсолютно ненужным, неэффективным. Хотя раки здесь, скорее всего, есть. Все, поехали, ладно. Вон карась этот, карпик хуй. Можно помормышить, кстати. Карася много здесь. О! И у меня. Вот Евгений дождался. Тихо. Вот я тоже поймал. Один ты поймал? Одного. Один-один нормально. Вот такой вот маленький окунек. Клюнул на червя в три раза его меньше. Вот за этим окуньком я прям гонялся. Никогда не думал, что я буду в этой поездке гоняться вот за этим микро окунем, Вова. Да? Это все ты. Ну я покрупнее поймал, на самом деле, чуть-чуть. Граба на три. Здесь карась, ребята. Здесь надо, сюда надо приезжать за карасем. Здесь местные ребята, они тоже могут нормально половить. Смотри, вон на моторках плавает. Поехали. Ну что ж, завершающей сегодня рыбалкой было озеро. Был ее отсутствие. Неправильно. Был ее отсутствие. Да, да, да. Итак, завершающим водоемом на сегодня оказалось озеро на реке Вежболовка. Река Вежболовка называется тут Большой Разлив, с одной и с другой стороны. Видимо, тут плотину просто построили. Ну, чего-то да. Дорогу или что-то. Куча карася гуляет, и какой-то белой рыбы по поверхности, и вот такой вот окунь. Поймали по окуню и уехали. На этом водоеме наш рыболовный день был завершен, и мы отправились на ночевку в город Владимир. Евген, пельмени давай. Держи. Молочко. Вы колбасу будете еще, нет, парни? Клади, потом мы ее покушаем, да. Новая фишка от спонсора. Холодильник. Поэтому мы теперь пользуемся. Удобная штука. Реально удобная. Единственная проблема в том, что в нашем случае он занимает одну треть. Но зато мы с пельменями, а то мы в том году приезжали, приезжаем вечером квартиру снимать. А пельмени там превращались в одну такую массу. В один большой пельмень такой. Да, небольшой минус в том, что реально он занимает место. Но большой плюс в том, что мы с нормальными пельменями даже планируем морозить рыбу. Еще не поняли, честно. Прямо вот реально не поняли, на самом деле нужен он на рыбалке или нет. Ну а пока, пока вроде нужен. Проснулись мы сегодня в одноименном городе. Как в моем городе. В моем городе Владимир, мне спалось хорошо. Как ощущаешь? Очень хорошо. Да, Владыка город. Интересно, сколько Владимиров живет во Владимире? Вообще класс! Ну пока живем. Белиссимо, белиссимо! Ну я просто засмущал. Кстати, мы второй раз уже видим девушку на мотоцикле, когда мы вчера тоже встречали. Вчера они были в татуировках и на велосипедах. Первой нашей точкой, на которую мы сейчас едем, будет старец реки Клязьма. Место, о котором нам рассказал хозяин квартиры, где мы ночевали. Не, ну это старица. Я вижу, да. Я жабовник себе... А, нет, вон, смотри. А вот тут жабовник. Я себе именно так и представлял, как вот в самом конце это старица. Спасибо, Оксан, мы приехали. Нам нравится. О, интересно. Тут можно, да, и покрыть неогрузку. Ну пойдем побыстрее. Первый день такой тяжелый был. Сейчас, Евген. Я не знаю, блин. Ты меня страшишь? Старица реки Клязьма встретила нас зеркальной, спокойной водой. Ее ширина, в месте, где мы сейчас будем рыбачить, примерно 30 метров. А глубина около трех. Ловим. А что за воблер у тебя? Женька. Я забыл, как он называется, а я тебе сейчас покажу. Значит, я... Там вот выход... Скажи. О, боже. Здоровый. Здоровый, здоровый. О, очень четко закинул под кувшинку. Попробуем сейчас продрать его через траву. Подошел уже к берегу практически. О! Вот так вот. Он чуть не прилетел мне сейчас в голову, если бы я не подставил руку. Я думаю, что он бы поймал меня прямо за глаз. Так, ну еще несколько забросов здесь. В принципе, можно будет поменять приманку. Непривычно кидать такую огромную приманку. На самом деле, я бы сейчас гораздо дальше кинул бы какой-нибудь микроджиг легкой палкой. Там 2 грамма. Нет. Он тут цепляет траву постоянно. Буквально сейчас еще один забросик сделаю. Буду менять приманку. Вов, а ты вот эту вот часть облавливал неогрузкой? Ты так быстро ушел отсюда? Вот эти все кувшинки. Маленький чуренок вышел грамм на 300. А что ты отсюда ушел? Ну, 300 грамм он вышел. Что с ним делать, Жень? Ну, то есть... Вов, скажи, пожалуйста, а какой толщины плетенку ты сейчас? 0,6. 0,6? Он плавающий у тебя. Хороший воблер. Евген. Ну, это жесть. Чего ты? Ну, ты поставил на самом деле... Ну, кто умовит воблерами 0,6 плетенка? Не знаю. Ты вообще поставил для этой удочки даже очень большой воблер на самом деле. Слушай, у нас там полностью открытая машина. Ну, и что? Ну, что думаешь? Слушай, ну, там достаточно далеко водоем. Ну, пойдем, пройдемся. Слушай, земляника или пулевая клубника. Смотри, сколько земляника. Вообще, крупная щука в пределах города. Очень маловероятно, что будет на самом деле. Нет, она везде есть. Просто в разном количестве. Должна была быть какая-то это... Ну, хотя бы там полкилограмма, килограмм щучка. Такая выйти. Неа. Женька, я предлагаю не тратить время попусту. У нас еще будет много впереди щучьих мест. Щучьих мест будет много. Поехали. Рыбу не поймали. Оторвали ценный воблер. И уже было сели в машину, чтобы ехать. Так нет. По полю вдруг ни с того ни с сего поехал красный трактор, который наш оператор во что бы то ни встало решил заснять с воздуха. И в процессе творческого порыва врубил наш единственный квадрокоптер в дерево. Что повергло всю команду в печаль и шок. Короче, нам надо три новых винта. Стой, еще раз вопрос, чтобы он взлетел. Стабилизатор работает. Стабилизатор это важно. Вот эта вот тема. Светела. А что, не сработала защита? Она не работает на режиме С. Надо летать аккуратно. Это у нас второго квадрокоптера нету. Мы заберем весь сезон тогда, если мы его сломаем. Если он сейчас... Все, я б***ю. Мы заслали весь сезон. О, б***ь. Б***ь. Просто б***ь. Мотор работает. Самое главное. А тут вопрос, тут же нагрузка какая-то. Стабилизатор работает нормально? Стабилизатор работает. Так, возьми запись. Пишет, да? Запись идет. Тут вопрос вот в чем. Вопрос вот в этой вот штуке. Эбоксидкой хорошо замазать. Залог успешной рыбалки – тщательная подготовка. Сохранение свежести продуктов и улова в пути – ваша задача. Наше решение – автомобильные холодильники Ice Cube с функцией заморозки. Охладите еду и напитки. Заморозьте улов. Наслаждайтесь природой. Выберите свой Ice Cube на сайте icecube.ru День у нас начался крайне неудачно. У нас сломался квадрокоптер, зацепился об дерево. Сейчас мы придется полдня потратить на то, чтобы его склеить, найти специальную смолу, эпоксидку, да? Или чем мы его будем? Быстрая сварка, чем угодно сейчас что-то делать. Оператор предлагает эпоксидку. В общем, какой-то несчастливый водоем на самом деле абсолютно. Я расстроился. Я прям реально расстроился. Но сейчас… Сейчас это… Оператор хочет с нами. Оставайся там. Вот. Значит, ну что, давай по водоему, что мы о печальном. Жабовничек. Действительно, жабовник. Вова видел выход мелкой щучки. У меня выходов не было. Оборвал воблер. К сожалению, ну сам виноват. На самом деле не посмотрел, что там 0,6 плетня была. Это было прогнозируемо. Вот. Уже не это водоем утрат каких-то. Вот. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...